Всем привет! Мы в самом сердце Монголии, в городе Улан-Батор. И сейчас мы зададим жителям Монголии о России вообще и о сложившейся ситуации. Скажите, заметили ли вы, что в последнее время в Монголии стало много россиян, что их количество увеличилось? Да, мы заметили, что на улицах стало много русских. Наши люди очень хорошо к ним относятся. Мы понимаем, что они приехали по разным причинам, но это не имеет значения. Мне тепло на душе от этого. А что вы думаете об этой ситуации вообще? Судя по тому, что говорят люди, сейчас россияне уезжают, потому что они против войны. Но, понимаете, я сама не видела, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу и подтвердить. Но я считаю, что ни одна страна не должна поддерживать войну. А какая у вас позиция? Я считаю, что самое главное это мир и здоровье, а остальное уже приложится. Но другие думают иначе. Да? Спасибо. В общем-то да, их стало довольно-таки много, я это заметил. А что ты чувствуешь по этому поводу? Какое твое мнение? Да, в общем-то, все окей. Я думаю, ничего сильно не поменяется, если наши русские друзья к нам приедут. Ты думаешь, что ничего не поменяется? Я думаю, что особо нет. А ты знаешь, что вообще там случилось? Ну, наверное, потому что там, как мне кажется, началась война, поэтому они и уезжают. А что ты думаешь об этом? Ну, слушай, в общем, меня это сильно не касается. Поэтому для меня это не имеет никакого значения. Да, я заметил их. Заметил много гуляющих по нашему городу. Как вы считаете, а что случилось в их стране и по какой причине россияне стали массово сюда приезжать? Как у нас передают, это связано с тем, что из-за войны на Украине объявили дополнительный призыв в армию. И, соответственно, после этого они стали массово уезжать из своей страны. А что вы думаете по поводу ситуации между Россией и Украиной? С точки зрения простого человека, это вполне логичный шаг. Ведь Монголия ближе всего к ним. Мне кажется, что в первую очередь они едут сюда, чтобы не попасть на призыв. У них есть возможность заехать сюда без визы. Отсюда они уже могут полететь куда угодно. Вот такое вот у меня мнение. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо. Ты заметил много россиян здесь? Я не учусь здесь, я сам из РДН-та. А, окей. А ты видел россиян в РДН-те? Да, у себя я заметил много русских. Но я специально не наблюдал. Много русских детей. Я подумал, что у них началась какая-то война. И по этой причине они приехали к нам. А так, в общем, почему ты думаешь они приехали? Я думаю, что в первую очередь из-за войны. А какое у тебя мнение обо всем этом? Или ты об этом не думал? Я думаю, что будет очень круто, если русские выиграют. А всех остальных потом посадят. Спасибо за интервью, бро. Меня зовут Ганс. Скажите, а вы заметили, что в Монголии стало больше россиян? Извини, но я ничего не заметил. А что вы вообще думаете о россиянах, которые переехали из России в Монголию, потому что они против войны? Я не знал, что россияне уезжают сюда тоже. Я думал, что они едут только в Европу. Но я могу понять всех людей, включая россиян, которые не хотят принимать участие в войне. А что вы думаете о ситуации между Украиной и Россией? Какое ваше личное мнение? Я бы не хотел высказывать свое мнение. Ваше мнение по поводу ситуации между Россией и Украиной и по поводу большого количества россиян, которые переехали сюда из-за войны? Я думаю, что война это война. И это нехорошо. Я лично не знаю россиян, которые переехали сюда от войны. Но я знаю много россиян, которые просто работают в Монголии. По этой причине я ничего не могу сказать на эту тему. Спасибо. Ты заметила, что сюда приехало много иностранцев? Да, я это увидела. А что ты чувствуешь по этому поводу? Я чувствую себя странно. Но почему? Не знаю. А ты знаешь, почему они приехали? Я знаю. А можешь с нами поделиться своим мнением? По телевизору показывают что-то из-за того, что там началась война. А что ты чувствуешь по этому поводу? Я считаю, что война это плохо. Да, я заметила, что в последнее время здесь очень много россиян. Я надеюсь, что они будут здесь столько, сколько пожелают. Никто их не будет обманывать и все будут им помогать. У меня много сыновей. И в случае войны они сделали точно такой же выбор, как и эти самые русские. Можно задать вопрос? Можно. Что вас интересует? Как вы давно приехали в Монголию? Больше месяца. Больше месяца. А по какой причине? Если не секрет. По причине, что я собирался уехать из России. И в связи с мобилизацией такая возможность может закрыться. Для того, чтобы у меня была возможность проехать дальше, куда я собирался, за границу. Я уехал. А какая у вас профессия? Я врач. Ага. А какое у вас мнение по поводу сложившейся ситуации? Это, конечно, преступление. Угу. Ничего хорошего в этом нет. Спасибо вам. Здоровья. Вы заметили, что в последнее время в Монголии очень много россиян. Что вы думаете по поводу этой ситуации? Я работаю в российско-монгольской организации. Раньше наша организация была и российская, и монгольская, а сейчас только монгольская. В офисе у нашей компании много всего русского. Даже пара россиян работает. Я много их вижу. Я думаю, что это хорошо, что они сюда приехали. Но, понимаете, другое дело, что им надо было остаться и защищать свою страну. А они убежали. Но, с другой стороны, Россия все равно сильнее всех. И поэтому я не думаю, что это имеет большое значение. Да. Много россиян сюда приехало. А что вы думаете по этому поводу? Я не знаю ничего про это. Может быть, это и хорошо будет. А вы не знаете ничего об этом? Что вы чувствуете по поводу большого количества русских здесь? Если честно, то я немного переживаю. Чувствую себя немного нервно. Я думаю, что, может быть, возрастут преступления. Я начала немного опасаться ходить ночью одна. Здесь я нравится тебе камера. Спасибо. Спасибо. Вообще, я родился и вырос в городе Орденет. Там очень много русских. Я рос вместе с ними. Поэтому я не чувствую себя как-то иначе, когда вижу много россиян. Ну и, как таковых, изменений я сильно тоже не заметил. А ты немного что-нибудь знаешь о конфликте между Россией и Украиной? Если честно, то пока ничего не могу сказать. А что ты думаешь? Почему они сюда едут? Я думаю, что они в первую очередь уезжают от войны. Да, конечно, я заметил, что здесь очень много русских. Я увидел это в магазине, когда там была. Но, судя по новостям, тоже говорят, что они продолжают приезжать. Ну, напрямую я, конечно, этого не видела, как они едут. Война это очень неприятная и трудная вещь. Из-за того, что две страны не нашли пути к соглашению, началась война, гибнут дети и старики. Очень грустно видеть то, как страдает и экономика. В войне участвуют гражданские лица, к сожалению, а не только военные и полиция. Поэтому я и думаю, что эти люди имеют право сюда ехать. Да, спасибо большое. Да, верно, это существует. Существует. Когда я летел на самолете, я видел много людей. Больше я не видел. Что ты думаешь происходит в той стране? Ну, вообще, есть информация, что граждане уезжают из-за того, что там началась война. А что ты думаешь? Я думаю, то же самое. А что именно? Россия не говорят, что это не их война. Ну, в общем, это выглядит, как две похожие нации воюют между собой. Уезжающие мужчины говорят, что они не хотят быть мобилизованными. Если бы что-то такое случилось здесь, я бы тоже уехал бы в соседнюю страну. Спасибо, до свидания. КОНЕЦ!